Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня я хотел бы сделать обзор сумки от компании Кольт, модель CLT-56. Производителем заявлено как тактическая сумка для ноутбука, либо просто как тактический брифкейс. Разумеется, самая компания Кольт не производит сумки, поэтому они заказали разработку у производителя Bulldog Cases. Бульдог Cases довольно интересный производитель, делают они достаточно дешево, не всегда качественно, но при этом дизайнерские решения, какие-то различные идеи у них проскальзывают довольно-таки интересно. Но давайте начнем по порядку. На фигуре эта сумка выглядит вот так, как видите, она довольно большая, и это действительно так. А вот так она выглядит рядом с сумкой Expedition Fatboy. Сам производитель заявляет, что эта сумка может использоваться для переноски ноутбука. Здесь я с ним не совсем согласен. К сожалению, наглядно показать не получится, поскольку у меня ноутбук на 17 дюймов, а максимум для переносимого размера здесь только 15 дюймов. Но суть здесь в том, что здесь, хотя имеется демпфер спереди и сзади, но здесь, например, нет мягкой подкладки по бокам, нет подкладки снизу, здесь только просто жесткий каркас. Соответственно, какой-то ударозащиты для вашего ноутбука здесь не имеется. Совершенно отсутствуют также и специальные фиксаторы для того, чтобы можно было зажать ноутбук, для того, чтобы он не болтался. И, разумеется, это не специализированная сумка именно для ноутбука. На мой взгляд, эта сумка тянет скорее на какой-то тактический брифкейс или стрелковую сумку. И сейчас поясню почему. Начнем, пожалуй, по порядку, с лицевой стороны. А на лицевой стороне у нас имеется вот такой вот клапан с логотипом Colt. На этом же клапане размещается ручка для переноски. Застегивается он на фастекс. Все застежки здесь, кстати, ноу-неймовые, но это обратная сторона дешевой цены. Причем этот клапан может отстегиваться. Во-первых, он фиксируется на Velcro. И плюс здесь его поджимают специальные фастексы маленькие. А сам клапан сделан отстегивающимся не случайно. Фактически он может использоваться как некий водонепроницаемый чехол, условно, для каких-то документов, карт. Причем карту вы можете, например, просматривать, не вынимая их из этого чехольчика. Я здесь разместил, например, бумажные мишени. К сожалению, здесь есть определенный недостаток. Смотрите, здесь эти полосы имеются. Они появляются как раз-таки от ручек и других элементов сумки. От чего это получается, я точно сказать не могу. То ли какая-то реакция между материалами, то ли какое-то выгорание. Мне это неизвестно, но выглядит, если честно, не очень. Сразу под клапаном на лицевой стороне сумки располагается вот такая вот платформа с подсумками под магазины. Разумеется, под клапаном всего этого хозяйства не видно, что очень хорошо. И можно спокойно переносить снаряженные магазины прямо в городе, и будет совершенно незаметно. Также, что интересно, эта платформа в свою очередь тоже снимается. И при желании вы можете ее вообще снять и переставить, допустим, на разгрузочный жилет, либо на ваш рюкзак, ну и так далее. Сами подсумки здесь рассчитаны изначально на магазины под 5.56, то есть от R15. Но магазины от АК здесь тоже, как вы видите, помещаются. На этих же подсумках размещены также и дополнительные подсумки под пистолетные магазины на резиновых стяжках. Разумеется, в них можно переносить не только пистолетные магазины, но и другое снаряжение. Сама модульная платформа крепится на встроенные крепления с толстенной пластиковой вставкой. Она такая довольно-таки жесткая и мощная. Что касается самой сумки, то, как вы видите, здесь вся поверхность покрыта пал с креплениями системы MOLLE, так что при желании вы можете сами настроить лицевую сторону сумки по вашему желанию. При этом она будет прикрыта клапаном, который все это будет скрывать, ну и немножечко защищать от воровства. А также дополнительные крепления имеются и на боках сумки. Бока у сумки симметричные. И, что интересно, высота сумки, соответственно, креплений, позволяет здесь закрепить даже очень высокие подсумки, например, для переноски бутылок. А, к сожалению, в нижней части сумки не имеется специальной защиты от влаги и других повреждениях, как, например, в некоторых изделиях от Maxpedition. Здесь у нас просто такой же материал, как на остальном корпусе сумки. И при этом имеется жесткая вставочка для того, чтобы форма у сумки сохранялась, то есть она могла хоть как-то стоять. А на обратной стороне сумки никаких дополнительных карманов, к сожалению, нет. Но зато здесь имеется вот такая вот осетчатая подкладка с очень толстым демпером. То есть, если вы нагрузите вашу сумку каким-то достаточно тяжелым грузом, он не будет вам сильно все здесь отдавливать и отбивать. Подкладка реально такая довольно-таки толстенькая. Ну и при этом некая защита содержимого тоже обеспечивается. Основное отделение закрывается на дыбгунка. Молния здесь, кстати, под таким вот капюшончиком, что очень хорошо, но что плохо, молния здесь не брендовая. Это недостаток, характерный для изделий с низкой ценой. Что касается содержимого, то, во-первых, раскрывается сумка не полностью, только сверху. И при этом изнутри мы видим следующее. Как видите, сразу в основном отделении имеется органайзер с эластичными стяжками. Стяжки здесь, кстати, такие довольно-таки тонкие, и на них неудобно размещать какие-то такие вот грубые габаритные вещи. При этом, что самое странное, что меня удивило, этот органайзер сделан, блин, сразу в основном отделении, а не в каком-то кармане. Соответственно, если вы кладете сюда ноутбук, то все это хозяйство будет его очень сильно царапать. Что, разумеется, совершенно неприемлемо для сумки с ноутбуком. А также здесь имеется вот такой вот кармашек. Здесь идеально размещается какой-нибудь органайзер, типа того же Renault. И, я думаю, здесь может поместиться не очень плотно набитый Maxpedition Mini Organizer или очень плотно набитый Micro Organizer. А также внутри имеется вот такой вот карман во всю высоту и ширину сумки. А карман изнутри обит мягким ворсом, и это дает возможность установить здесь подсумки, которые предлагаются в комплекте. Они, кстати, очень хорошо регулируются, то есть по высоте вы можете все это настраивать. А плюс в комплекте имеется кубура на платформе Velcro, которую вы можете установить под любым углом и настроить под большинство видов короткоствольного оружия. А, к сожалению, у данного отсека нет возможности быстрого доступа к оружию. Данный отсек просто предназначен для того, чтобы транспортировать ваше оружие и магазины к нему, но вот быстро достать их у вас, скорее всего, не получится. А также в этом отсеке имеется и вот такой вот карабинчик. Этот карабинчик можно использовать для установки дополнительного страховочного тросика для вашего оружия. И сразу за этим же отделом размещается другой карман во всю ширину и высоту сумки. В этом кармане располагается специальная жесткая пластиковая вставка для того, чтобы сумка хранила форму. Ну и, разумеется, здесь же можно переносить какие-то документы формата А4. За счет того, что это все будет защищено именно пластиком, у вас ничего не прогнется. Ну и, опять-таки, при желании, вы можете здесь вместо пластиковой вставки разместить, допустим, бронепанель. Но это уже мои фантазии, скажем так. А также на другой стороне сумки здесь имеется необычный карман с очень яркой зеленой покладкой. Это делается специально для того, чтобы в сумерках можно было легко ориентироваться внутри сумки. Здесь, как видите, все прекрасно видно, даже без подсветки. При этом, в случае необходимости, вы можете вывернуть карман наружу и тем самым сделать как бы визуальный маркер на себя. Сразу за этим карманом имеется другое отделение, которое закрывается на велкро. Это отделение не имеет каких-то дополнительных крепежей и органайзеров внутри. Оно просто имеет водозащиту спереди и сзади. Ну и при этом довольно плотно закрывается на велкро. То есть, при желании, вы здесь можете переносить все, что угодно. И здесь не имеется жесткой вставки. Что касается ремня, то он съемный и регулируется в достаточно широких пределах. При этом здесь имеется вот такая вот плечевая накладка. К сожалению, здесь нет именно противоскользящего материала, как на некоторых изделиях Maxpedition. Но, тем не менее, легкий такой вот демпфирующий эффект он обеспечивает. Если оценивать эту сумку в общем и целом, то, как и у других изделий от Bulldog Cases, с которыми я встречался, здесь есть определенные недостатки. Во-первых, это, конечно же, качество пошива. Оно здесь на троечку. Здесь в некоторых местах торчат нитки. Здесь нет какого-то фирменного лоска. Опять-таки, есть в некоторых местах экономия на материалах. Например, здесь молнии не брендовые, фурнитура не брендовая. Нет, например, в некоторых местах демпферов, где желательно было бы для такой сумки. Но, тем не менее, у Bulldog Cases есть одно достоинство. У них в дизайне встречаются некоторые решения, которые другие производители вообще не вводят. Либо вводят их в значительно более дорогих моделях, которые в несколько раз дороже этой сумки. А к плюсам можно также отнести и комплектацию сумки, и ее модульность. В этом ее, как бы, одно из главных достоинств. В общем и целом, я бы этой сумке, наверное, все-таки поставил бы четверку. Но, как раз-таки, с учетом того, что это довольно интересный дизайн. Причем оригинальный. И при этом за достаточно небольшие деньги. Ссылку с полными татах этой сумки я оставлю в описании к видео. Брать эту сумку или нет, решайте сами. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.